Перечитывая давеча «Войну и мир» и наткнувшись на фразу, Пьер Безухов распечатал письмо. Минут пять пытался понять, каким образом ему это удалось и где он нашел принтер. Друзья, просьба не садиться за руль пьяным в предстоящие праздники. Если вы хотите безопасно водить машину, я и моя команда поможет помочь вам бесплатно. Позвоните, пишите мне за два часа заранее, чтобы мы могли встрел устроить. У меня есть команда опытных профессионалов, которые могут помочь. Мы приедем и выпьем вместо вас, чтобы вы могли спокойно ездить. Одесса, парикмахерская, пусто! Два пожилых мастера играют в шахматы. Заходит посетитель. А где Моня? Мастер, не открывая взгляды от шахматной доски. А зачем вам Моня? Посетитель говорит. Понимаете, я его постоянный клиент. Хотел поселиться. Мастер говорит. Вы посмотрите на него. С такими постоянными клиентами можно с голоду помереть. Моня уже семь месяцев как в Израиле. И приходит его постоянный клиент. Вася! Ну и как тебе? С женой новой живется? Да, прикинь, Санек. В этот раз, ну, очень ревниво я попалась. Уже третий месяц ей доказываю, что с прежними женами у меня ничего не было. Дуди говорит Менделю. Рабинович просит у меня денег. Не знаю, стоит ли ему давать. Обязательно дай. Почему обязательно? Иначе он у меня попросит. Упрос мужчины на женском форуме о здоровом питании. Сколько должен есть мужчина? Сколько хочет или сколько может? Сколько дадут? Если вы с семьей выехали на природу, помните, что в незнакомый водоем надо заходить постепенно. Сначала тёща, потом жена. А уже потом вы. Когда Яша Рабинович понял, что ничего не выиграет в передаче «Как стать миллионером», он воспользовался опцией «Звонок другу» и бесплатно узнал, как дела у Додика и Сиднея. Кому-то на работе блокируют сайты категории для взрослых, а мне заблокировали мою любимую категорию «Сад, огород и консервация» для ещё более взрослых. Всю жизнь не понимала, кем хочу работать, и думала, что однажды это пройдёт. Но оказалось, что я просто не хочу работать вообще. Как-то раз в одной маленькой приморской стране я увидел в заведении блюдо под названием «Чернокоп» и спросил у официанта, что это такое. Он ответил, что «Чернокоп» — это маленький луфер. Я всё понял и заказал телятину. Будь опытным владельцем — это распознать слух, вес, текстуру и тип предмета, который твой код навернул в другой комнате на пол. В маршрутке на кабине водителя табличка. Анекдоты рассказывают громко и чётко, чтобы водитель не прислушивался и не отвлекался. У меня знакомый сделал прививку от коронавируса. Решил отметить — выпил динатурата и отбросил копыта. А если бы не делал прививки, то был бы жив. Австралийцы считают встречу с чёрным котом большой удачей, потому что кот — самое безопасное, что водится в Австралии. Красная шапочка — однозначно нерусская народная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки, а не к ней. Не каждый Дед Мороз поберётся до середины адресного списка трезвым и не потеряв снегурочку. Салоне красоты. Я просила вас выщипеть мне брови, чтобы взгляд был слегка удивлённый, а не офигевший. Главное разочарование от полётов в Тамбов. В аэропорту не продаются магнитики с волком. Только чувство юмора помогает выживать в современном мире. Пока люди ходят на юмористические концерты, мы обносим их в квартиры. Подписываемся, кликаем на колокольчик.